друзья сегодня разбираем с вами песню любите девушки с аккомпанементом с импровизацией возможно какой-то степени будем с вами играть по аккордам сейчас я сыграю всю песню целиком потом разберем правую руку левую соединим вместе значит способ довольно таки простой для начинающих поэтому я думаю что в принципе у вас все получится играю я в оригинальном темпе пока покажу вам целиком постараюсь в таком быстром темпе тогда будете учить конечно же вы начнете с более медленного темпа поэтому не пугайтесь будем разбирать потом более медленно ну что пробуем а Так, хотела немножко в конце добавить, но решила, что так, стоп, придерживаемся, придерживаемся. Хорошо, вот у нас вся песня, целиком я вам ее сыграла. Теперь, что хочу сказать, у нас есть куплет, припев. Я не играла в вступление, потому что, ну, давайте попробуем пока только куплет, припев разобрать. Значит так, начинаем с левой руки. Давайте посмотрим, какие основные вообще аккорды есть. Значит, у нас есть си бемоль мажор, ре минор, ми бемоль мажор и соль минор. А еще и фа мажор встречается. Вот, то есть у нас раз, два, три, четыре, пять, пять аккордов, да, основных. Отлично, супер. Поиграйте несколько раз вот эти вот аккорды. Си бемоль, ре минор, ми бемоль мажор, фа мажор и соль минор. Вот, чтобы ваши пальчики привыкли. Как мы будем играть эти аккорды? Значит, у нас есть вот такой вот аккорд, си бемоль мажор. Мы от него выбираем бас. Бас, то есть самая нижняя нотка, это си бемоль. Мы ее дублируем в октаву. То есть мы первым пальчиком и пятым играем октаву. И потом переносим ручку и играем аккорд. То есть получается так, раз, два. Дальше, следующий какой-нибудь аккорд, там ре, допустим, раз. И, возможно, несколько раз вот поиграете вот так вот. Потом минор мажор, минор мажор, фа, фа, фу, фа. Так, в принципе, я так думаю, что меня смотрит более взрослая аудитория, потому что, я думаю, дети вряд ли будут играть эти песни «Любите девушки». Поэтому я думаю, что ваша рука, в принципе, будет дотягивать до октавы. Но, если вы обладаете утонченной и такой компактной ручки, и вы не дотягиваетесь до октавы, то играйте просто одну ноту. То есть у вас будет так. Вот так. Если дотягиваете с октавой, супер! Вот, хорошо. Смотрим куплет. Аккорды в куплете. Значит, начинаем мы с седьмой мажора. И так. Получайте так, седьмой мажор. Потом рэс, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Видите, некоторые аккорды играются, к примеру, на четыре счета. Раз, два, три, четыре. А вот некоторые аккорды, так, дальше рэ минор на четыре. Раз, два, три, четыре. Вот соль играется на два счета. Раз, два, ми бемоль. Раз, два, и фа на четыре счета. Раз, два, три, четыре. Значит так, ставьте на паузу и сами поиграйте. Чтобы ваша рука, ну так сказать, не доставляла вам большого неудобства. Ну понятно, что она будет вас отвлекать. Но чтобы это было более автоматично. Смотрим правую руку. Дальше. Итак, посмотрели мелодию. Я вам сейчас скажу такую фразу. Вот я играю по одним нотам. Я вот вижу здесь мелодия. Но если, вот я сыграла этот вариант, и вам кажется, что где-то там одна нотка не повторяется, как-то более ритм немножко по-другому можно сделать, я вам разрешаю. Можете мелодию немножко изменять. Можете сыграть, как я сыграла. Можете немножко изменить и сыграть в вашей версии. То есть это уже, это не Моцарт, это не Бах, ноты которого мы не имеем права изменять. Это импровизация, это аккорды, поэтому можете здесь немножечко что-то подправить, если вам кажется, что мелодия не совсем ваша привычная. Я играю по такой версии. На самом деле версий много. Итак, пробуем соединить двумя руками. Куплет закончился. Дальше вот такая какая-то вставочка. Мы закончили. Дальше. Смотрим левую руку вставки. Ре минор, ду минор и фа мажор. Ду, фа мажор, си, так. А, си, маль и си, си, и фа. Фа мажор, фа мажор. Да, может быть так или так. Значит, что я хотела сказать. А, о том, что вы аккорды, вот в этой вставке, мне захотелось не повторить, как в самом начале, вот этим вот способом. А их сыграть более собрано, чтобы потом уже в припеве, чтобы был контраст. И чтобы ухо не привыкло к этому. А в этой вставке немножечко так вот разнообразие. Значит, смотрите, аккорды вы можете играть в любой теситорию. То есть, либо здесь, либо здесь, фа мажор, нигде роли не играет. Как вам удобнее, так, в принципе, можете и нажимать. Так, абсолютно видно, отлично. А чем я становилась? А, да. Поэтому так, играем правую руку. Смотрим. Все, меня уже сейчас унесет в далекие края. Итак, пробуем собрать две руки вместе. Вот тут вот тоже такой момент о том, что левая с правой вот одну нотку делит. Я могу этот аккорд сыграть здесь, но... Но здесь мне не совсем нравится звучание. Я лучше сыграю этот аккорд здесь и поделю одну нотку с двумя руками. Еще раз сначала. И я нажму бас пульсации. Такое, знаете, как предыкт. Обычно предыкты используют в классических гармониях, в классических произведениях. Допустим, Бетховен очень любил использовать в своих симфониях, когда такой... Кстати, у Меладзе есть тоже, только это немножко по-другому называется, но в классической музыке это такое... Там у него тоже такой... Сто шагов назад. Так, поэтому пробуем. Сыграли мы с вами этот переходик. И пробуем левой рукой. Припев. Значит так. Вот мысль том, либо здесь фасфороет. Любить себя мажор. Аккорды мы с вами посмотрели. Пробуем разобрать правую руку. Давайте соединим. Я взяла первую часть куплета. Давайте пока выучим первую часть куплета, а потом перейдем ко второй части, потому что они повторяются. Так. Вот так вот у нас получилось. Ставьте на паузу. Смотрите, я тайм-коды внизу оставлю, чтобы вам было проще. И вторая часть тоже самое повторяется. Только немножко по-другому. Вот такой вариант. Итак, что мы еще сделаем с вами тут? Когда вы выучили, попробуйте добавить в педаль. Я надеюсь, что вы знаете, что на педаль мы нажимаем не всей ногой, а вот кончиками пальцев. То есть не всей стопой, а вот так. И мы будем нажимать на каждый аккорд. То есть вот аккорд. Смена аккорда. То есть, допустим, соль минор. Соль минор. Поднимаем, опускаем. Дальше аккорд. Поднимаем, быстро опускаем. То есть это доля секунды. То есть это такое быстрое движение. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Подняли, опустили. Но мы меняем аккорд в то время, мы меняем педаль в то время, когда рука находится на клавише. Обратите внимание. То есть вот я нажимаю клавишу и только тогда поднимаю и опускаю ногу. То есть если я уже клавишу отпустила и поднимаю ногу, то, ну, профукали момент. Нет, нужно успеть именно в тот момент, когда рука на клавише. Так, надеюсь, это все понятно. Еще, знаете, как припев можно сделать? Вот вы играли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно сделать раз, два, раз, два. Все по раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Пустим. Так. Сейчас мне нужно. Вот так вот. То есть, да, стар, раз, два. Если вам хочется добавить больше мяца и больше такого актива. Так, ну вот мы, собственно, мы с вами разобрали эту прекрасную песню. Можете подписаться ко мне в телеграме. Я там вставляю бесплатные новинки, свои обработки какие-то, еще что-нибудь интересное. И если вы хотите научиться читать ноты с листа и аккорды, сами импровизировать и знать, как же читаются ноты, какие могут быть способы, то записывайтесь ко мне на уроки. В принципе, мы этим и занимаемся с учениками. Учим ноты, аккорды и пытаемся сами импровизировать и играть любую музыку. И классику, и попсу, и все-все-все, что захочется. Кроме джаза. Джаз это не ко мне. Вот, что еще хотела сказать. Хотела сказать. Ну, все, собственно. Встретимся с вами в следующих видео. До встречи.